привет мхачи майами это мы мы были нахуй нужны но мы здесь я этого не говорил что у тебя нового а у тебя что случилось а ты у меня спросить ты пидор германии вот нет я был в вене ко мне подошел тебе я тебя узнал можно сказать что дневник хача тебя поднял да правда на самом деле это на самом деле из тебя сделал человека понимает мастер от максим вадив и съездил музыканта а он съездил чек он просто показал привет ты у тебя макс и эмиран бачек и который конечно а так и я говорю что не так да логеры серьезно амира надо знает мой канал кто тебе больше всех нравится олег или я у него водителем работаешь я канал называть бухты баллахты сама придумала да уже она все понимает злата . тиви а давайте напишем и последнему посту пишите и злата молодец ты если захочешь водителя обновить если тебе понадобится другой олег если устанешь от того олега олеги знаешь от олегов устают очень очень быстро тебе нравится вот этот олег я забирать я умею водить все я твой бухты барахты ставьте лайки рассказывать как тебе живется со мной вообще плюсы минусы наверняка там будущее невесты интересует ну что это обзор мы прохачаем мою тату это олег придумал эту фразу прохачать олег очень талантливый да я придумываю я же в этом не кричу да ты меня сейчас заебал сто раз скажи скажи что это я ты с на высоте птичьего полета наконец-то вон там кто это придумал кстати кто на высоте птичьего полета я вообще-то сказал ну хоть что ты на этом канале придумал ты знаешь что все все пишут что ты самая красивая девушка на свете да чуть-чуть такого не видела на самом деле она как маленький ребенок хотя образ не сочетается внутренним миром но именно это меняет цепляет посмотрим что будет дальше как у нас когда мы расстанемся я тебе набрал обиран главное не в каком состоянии квартира а что какие люди в этой квартире живут кстати откройте секрет алины там не будет потому что алина уехала пин 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 ты вот увидишь это я хочу тебе сказать ты сама сырешь и все портишь ты сама портишь свои отношения это мои дети и мы идем гулять на в днх почему твои дети это наша бабушка завязала шарфа и поясницу прикрыла бабушка обиранушка хочешь а я боюсь что с таким шарфом брат да даже от тебя алина отвернулась я не понимаю хотите вам объясню вот почему вы не понимаете почему я повязываю логично же холодно вот вот смотрите вы взяли толстовку снизу у вас футболка снизу еще одна поясницу прикрыл просто вам холодно дует вы же не будете шарф одевать а потом снимать в руках его носить херакс вот так не блять это же надо силы нужны какие чтоб так говорите раз узел равно свободно если еще прохладнее два узел подожди а фирменный закадык можешь сделать извините пожалуйста у нас вот есть вопрос скажите вместо шарфа можно вот так повязывать главное конечно свои признают это главное бабушка передала амиран ушки свой респект какая разница чем скрывать свои недостатки расскажи мне что у вас произошел ничего не буду рассказывать это но зачем участие любит тишину и вот так сказал мой папа так его ценишь кого номера на рано очень ценю конечно для что ценишь но как бы беспредел терпеть я тоже не собираюсь я считаю правильным быть верным своей девушке например я считаю правильным не обманывать я считаю про я считаю недопустимым общаться с проститутками я считаю недопустимым писать проституткам когда у тебя есть девушка который писал со мной приятно не тобой сиськами это она это она они там страшно блин как он зима надо не уходить но если говорить подробностях просто почему я решил рассказать до этого никогда не рассказывал по какой причине расставались или если ссоримся еще чего-то все хорошо все идеально третий раз подряд она залазит в мой телефон и начинает читать всякие смс-ки зачем вообще лезть в чужой телефон мало того что это а некорректно и и б ну если нет оснований повода в отношениях все прекрасно все цветет и пахнет все счастливы гармония зачем лезть в телефон амиран призывает нас сани список говорит пацаны тихо выбирайте да там и в списке две охуенные машины вообще все пиздаты но прям вышка это ай-8 и x6 покажи он себе взял и x6 и ай-8 объясняю ребята что понимали вот блять вставь это все не нарезкой блять а все нет не указывай ему он старше тебя нам сказали ребят мы не можем давать надолго машины поэтому вы можете быстро их менять первый раз когда я и 8 брал вообще олег даже не знал ни о чем не договоренность тех не о всем об остальном но уже стал завидовать я вообще не заморочен по этому поводу моя ласточка у меня есть моя любимая машина ты уверен что ford лучше чем бмв нет сегодняшнего дня привет ребята пойдем обнимемся давайте спасибо братка ночью их 6 мне покажете скажите я хороший человек как минимум я русский мы сами братья реально мы с русской земли да ты бегал по полю наружу здравствуйте давно амиран ты хоть проси какая должна слушая катя она свободно хочу отблагодарить очень приятно вы на дакаре на нем тоже будете только здесь выставочная машина это полностью рашин эдишин вот ничего рано идите серьезно это русская раз все сделано ски мотор ярославский тут почему тогда все говорят что в россии нет производства нету есть у нас есть мы все у нас не конвейер с какого города там производится ну чё мы едем дальние края в африку страшно чё-то тихо тихо мы не перевернемся ничего себе страшно-страшно-страшно-страшно это россия детка браво спасибо огромное это было круто у меня никогда в жизни таких эмоций не было и я не сидел никогда в камазе спасибо 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 большое с первым стартом спасибо стрёмно очень стрёмно если честно постоянно кажется что он упадет на бок и все а я харизматичная ты девушка нет ты должна быть обаятельной а я обаятельная обаятельно ты милая добрая а за что ты не любишь вот эти скажите любви ты не ври ты же ничего не скрываешь от своих подписчиков почему ты им врешь я не вру я тебя не люблю ты сниму за денег что нет а кстати это очень важно мне не нужно тебя ничего кроме человечества любви верности преданности честности ничего материального меня не интересует это не про меня у меня все есть красота иди поцелуй на камеру я борзый криминальные новости специально для дневника ч амиран возьмет интервью у васи вакуленко которая попытается внести немного в ясности в конфликт между басты и децил вася почему ты назвал его лохматым чмом потому что было очень много выпадов со стороны кирилла толматского в сторону меня нашего творческого объединения этого места были интервью в которых он рассказывал о том что здесь крепостные что здесь люди вынуждены находиться они заложники обстоятельств по последний раз он опубликовал что здесь играет дерьмо что здесь мешают спать я написал децил охмака чмо потому что когда этому человеку было выгодно удобно и нужно он у нас тусил еще в старом газе он приходил женой с ребенком он пил ел все было у него хорошо до того момента когда его ну он был в тяжелом состоянии изменено сознание я попросил увести немного адекватен ну вот видишь блять суки а еще меня стебут вот так это воротничок это он так обедает попробуй так здорово пацаны только не бейте ла что ты тоже фанат x и x5 да давай заедем ко мне на территорию поболтает тоже на бмв прикольно скажу как есть да в общем егор попросил поддержать и у него канал если в испании свой но более интересно на самом деле даже не вот история с каналом а то как он вообще добрался до испании там обосновался вот эта тема про то что ты на бмв туда приехал когда искал себя в россии отогнал туда бмв написал на стекле сзади решаю все вопросы как рейдонова она реально круто и поучительный ну и постепенно открыл одну фирму потом вторую да потом мы открыли рентакар у него там есть youtube канал который адресован на людей которые приезжают туда отдыхать или хотят обосноваться что-то там делать и он его ведет но мне показалось что история как раз про его жизнь будет в связке интереснее он в начале пути но мне лично было смотреть с точки зрения чувака который там не был никогда что там вообще происходит именно это он отражает и показывает ссылка на канал егора внизу переходите поддерживайте ставьте лайки а в процессе обещается сделать все более динамичной сексуально да и тёлочку возьми и девочки будут и машины хорошие будут все будет это ребята из quicks да они снимали последнее время все ролики fix то последнее время снимали все ролики давидычу ребята позвонили говорят давай чего-нибудь тебе снимем чтобы не получилось каких-то неловких моментов сразу хочу оговорить мы ни в коем случае не претендуем на место давидыча давидыч батя в автообзорах и так далее мы вообще не делаем автообзоры просто ходим посмотреть что с ребятами получится какой контент просто ходить вот такое не более на 막 vindra вместе вместе порядки 4 ведь мы из тех пор омой харь Andrea а премьера его песни в дневнике это т.п новым взять reports что внимание inconvenient был Бандитас, джаз видел бизнес. Бандитас, джаз видел бизнес. Бандитас, джаз видел бизнес. Чего по криминали. На! На! Все. Все. Добро пожаловать. Ну да, конечно. Че? Алина ушла просто, потому что она отдала убирать. Алина звонит. Че? Алина звонит. Ну че, это первая комната. Здесь она недообустроенная. Надо еще небольшую мебель. И здесь обедать будем мы. Обедать. Гостиная с кухни, да. Колонки оставили. Слушай, а они рабочие? Они раза в три мощнее, чем у Амиран. Я думаю, раз в пять. А ты их подключил? Пока нет. Пойдемте покажу спальню, ребята. Я уже успел две ночи переночевать здесь с Алиной. И она съехала сегодня, пока меня не было. Вопрос от зрителя. Да. Был ли у вас уже здесь секс? Да. Понятно, почему она ушла. В первый раз залезла тогда телефон. Че-то там накопала, нарыскала. Рассорились, разошлись. Собрала вещи, съехала. Все, обвинила меня во всех грехах. Не общались несколько дней. Примирились. Привет. С возвращением. Как дела? Нет. Не надо это снимать. Ну, конечно, не надо, блин. Не надо уходить тогда. Спрашивают, почему ты удалила все фотографии со мной в Инстаграме. На это мне что ответить? Давай соврем моим зрителям. А просто у него подумала, почему бы не удалить все фотографии. Потом добавим новые. Хозяйская ванная называется. Мне сказали. Я не знал даже, что такой термин есть. Хозяйская ванная. Хозяй. Ты хозяин, ты ванная. Какой дед ты хозяин, брат? Ванная охуенно сова. Ну и самое главное, вот самое главное вам скажу. Честно, я мечтал об этом всю свою жизнь. Я смотрел голливудские фильмы из башень вот этих, когда виды. Пойдем тебе покажу. Нет, нет, подожди. Будет одно показать. Так мало у тебя осталось их? Ну а остальные... Смотри, а можно по подмышкам понять, какие старые, какие новые. Вот уже вот желтенькая. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. И оп. Бау. Дум. Это нереально просто. Короче, когда такой вид, знаете, что я на какой мысли себя поймал? Широта, границы стираются, блядь. Потому что когда ты внизу, куча всего мелкого тебе засоряет мозг. А когда ты смотришь отсюда сверху, ты думаешь, ё-моё, как же все масштабно и безграничное. Как же мелко все внизу. Надо мыслить масштабно, блядь. А слово вот сюда мою песню вставить? Ну ты пой, блядь. Но сердцем я с тобой, наверное, навсегда. И с неба упадет слеза. Ну зачем ты смотришь телефон? Ну потому что, потому что был прецедент. Ну вот я решила еще раз проверить. Он же мне обещал, что ничего не будет. Я решила проверить достоверность его слов. Ну и в итоге, ничего. Не очень хорошо. Ну нету времени, блядь, вот на выяснение отношений. Вот миллион раз ей доносил, что Алиночка, у меня огромное количество забот, дел. Ну не хочу я еще что-то выяснять и качать с тобой. Я хочу прийти домой, чтоб все было у нас прекрасно. Вот давай зрителя покажу. Мы сейчас возьмем три рюкзака. Бесплатно же, давай. Сколько? Мы еще доплатим. Три специальных рюкзака BMW. Сейчас пойдем и сделаем быстрый конкурс. Самый быстрый конкурс, который только может быть. Это я придумал его. Это я придумал его. Мы одно целое, брат. Это я придумал. Посмотрите, да нет? Очки? Я не знаю. А что это, Илюх? Дай мне. А, шейкеры. BMW как раз. Вау, я спор. Это пить вот это вот, да? Да. Протеин, да? Протеин. А что это? Ну, это кружка для кофе или чая. Сейчас реально как хачики выглядят. Я серьезно говорю. Нашествие саранча. Это же не для себя, а для любимых подписчиков. Мы сейчас на смотре. Вы уже видели, что BMW нам подарил рюкзаки с термосами под кофе и чай. Именные BMW. И мы сейчас будем делать конкурс в инстаграме. Выкладываем фотографии и говорим, кто первые трое, кто быстро сейчас подъедут, получают эти подарки. И попадают во влог. И мы еще фотографируемся с ними и целуем их в яйца. В яйца будет целовать он. Я в свою очередь подарил вам рюкзаки. Ну что? Раз. Два. Три. Я опубликовал. А ты? Опубликовал. Ну что, парни, давайте ставки, ставки. Давай, как думаешь, самый быстрый за сколько приедет? Первый. Две минуты сейчас будет. Пять. И еще раз хочу сказать, это все выглядит как реклама, но это не реклама. Потому что BMW не платит. Мы просто дружим. Итак, прошло уже пять минут тридцать секунд. Мама прославит. Самая быстренькая. Да? Не думаю. Красавчик. Блин. Пацаны, ну по компанию. Один рюкзак. Здорово. Не-не. Давай дайте пацанам в трое как раз. Да, здорово. Короче, смотрите. Вы на Chevrolet, но подарки от BMW. Бля, о вы счастливчики, пиздец. Красавчик. Все, давайте. Мы валим. Ближе. Крюня говорит. Стой сюда. Пивник. Хочу. Олег только что уебался на BMW, которую ему дали только вчера. Это же Олег. Ничего страшного. Он жив, цел. Сейчас мы пойдем посмотрим. Что делать теперь? Узывай это ДПС. У меня потекла машина. Это мавайка из фары, под фарой. Да? Конечно. Вы это показывали? Да. Очень интересно. Или уж власть в первый раз жизни, бля, правда. Да, конечно. Что? Расскажи им теперь, какая мотивация им давать следующий автомобиль тебе. А сколько дней? Первый день. Красавчик. Уложение Олежка. Брой, не расстраивайся, это ж BMW. Это ж не твоя, братан. Они дадут новую машину. Я знаю. Смотри, ты же главной безопасности. Ты цел? Это BMW. Автодилеры. Пацаны, BMW, это не слишком я вас перехвалил, блядь. Сейчас мы звоним ребятам из BMW. Илюх, привет, брат. Здорово, здорово. Слушай, а ты можешь в WhatsApp посмотреть и не класть трубку? Давай сейчас. Слушай, ну мне уже нравится, что ты смеешься. Мы Олега продадим или Ford его отдадим вам? Не-не-не, ничего не надо, надо справку получить. Илюх, слушай, я тебе так скажу. У меня первая авария в жизни, я тебе клянусь. И это вообще, я охуел, конечно. Это вообще, это даже не авария. Это на парковке. Ну, машина как бы нормально ездит. Спроси у него. Скажи, что это ты. Нет-нет, спроси у него. Кому отсосать? Кому отсосать? Еремин Геннадий. Сардаров Амиран. Кривой Олег. Кривиков Олег. Садись спять. Сардаров кто? Сардаров? Сардаров Амиран. Сардаров Амиран. Сардаров Амиран. Сардаров Амиран. Все, поехали. Все, кончилась батарейка. Better temperature below, ниже 15 градусов. Warm. Да блин, запасы положите быстрее будет. Олег, положи в жопу. Засуим жопу. Теплый, давай. Все. О, это любимое место. Ребят, тише. Пожалуйста. Я пасу. Ничего на нее? Ха-ха-ха. 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 Бля, какой у тебя член стал, а? Квадратненький. Я такой один. Ха-ха-ха. Но я могу тебе... Квадрат член. Я могу позволить тебе потрогать его. А у тебя какая дальность у него? О-о-о. Всем привет. Я Олег. И я грею батареи от дрона в трусах. Если ты хочешь научиться правильно греть батареи в трусах, пиши мне в директ. Давай батарейку. Да, да. Так, этот член, это яичко. Ха-ху-ха. Опять. Это второй член? Ха-ху-ха-ха-ха. Ха-ху-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Все, да все, вырубай! Это я, я Дронолов. Блин, ты ж надо бы в таких туфлях и так поймать, бля. Ребята, мы такой клип сейчас покажем, вы обкончаетесь, бля. Я вчера дрочил на него, честно скажу. И кончил за 30 секунд. 35. Смотрите, какая она идеальна! Смотрите, 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 на ее фигуру, на ее руки, на ее жопу! Что бы ты с ней сделал, Олег? Я бы ее уложил спать. А Гена бы поговорил. И составил. Бля, это просто, это просто, это просто. Ой, представляете, я ее просто. Да, 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 Реболь точно. Сейчас. Ну если любишь, значит доверяешь. Если любишь, все ведешь нормально по отношению к любимому человеку. Только стоит ему выйти за порог дома, что происходит? Что происходит? Не знаю. Не знаю, что с ним происходит. Все, пиздато поснимали. Вот так происходит всегда. Когда Миран с Алиной ругаются, он уходит в этот телефон. Это единственное, Алина, это единственный человек, который может настолько его внимания... Ты каблук. Нет. Да. Это неплохо. Я не каблук. Это очень хорошее качество в мужчине, когда он переживает в отношениях. Ничего с такого. Да давай другую тему. Нет, ты что, давай поговорим об Алине. Я же вижу, от чего ты хочешь посидеть. Я не хочу обновить, я хочу тела. Да, конечно. Алину? А что для тебя настоящий мужчина? Мой папа. Ответственный, храбрый, добрый, семейный, с моральными принципами правильными, с воспитанием, с целеустремленный. Я говорила храбрый? Так это ж Амиран. Ну и Амиран тоже. А кому-то сегодня исполнялось 25. Днём рождения! Кто у нас теперь старуха сегодняшнего дня? Днём рождения! Днём рождения! Кстати, в видео пишут, монтаж говно, гибриди гена. Блядь, не такой ты идеальный, каким казался. Они же хотят его посмотреть, давай заберём камеру, нахуярим его и снимем. Давай, это забирай. Давай, а ты его хуяринь. Да. Это моя камера. Тихо, да стой, ты хорош, я срабатываю ничего. Тихо, 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 дай, дай. Всё, хуяринь его. Подожди, а ты не должен мне хуяринь? Давай, давай хуяринь, не бойся его. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. На кровать не бросай, она слабая. Кто? Слабая. Бросай на пол. Бросай как BFC на пол его. Пиздец, я даже Гену отхуярил. Позор, блядь. Ладно, Ген, я понял, с тобой шутки плохие, снимай дальше.